Слава Украине! Привет всем от Полонского! Небольшой, хотя чего же небольшой, конкретный апдейт по Бавовне в Севастополе, которая вчера произошла. Я вам рассказывал, что был уничтожен тральщик Ковровец. Не, это замечательная новость, что уничтожен такой корабль и все такое. Но дело в том, что вот российские военкоры и пропагандисты начали утверждать нечто другое. И кое-какие данные со спутников тоже говорят то же самое, что и говорят российские военкоры. Так вот, они утверждают, что корабль действительно был уничтожен двумя ракетами от АКАМС. И действительно в Севастопольской бухте одно такое небольшое, но это был не Ковровец. Был схожий по габаритам, но абсолютно новый, малый ракетный корабль. И вот это самое интересное, да? То есть, типа циклон, да? И вот это вот самый такой, знаете, момент хороший, потому что при всем уважении к тральщику, тральщик тоже военной единицы и, конечно, стоит каких-то денег и больших денег. Но это корабль уже устаревший, 74-го года, видавший виды и так далее. А вот эти самые циклоны, циклоны, это проект 22800, это новейшие корабли. И разработка закончена в 2017 году, прием на вооружение в 2018 году. То есть, их всего 4 штуки. И, собственно говоря, они все новые. Да, самые старые производства 2018 года. Вот говорят, что как раз закобзонили один из них, это утверждают расисты. Ну, верить им или не верить, это уже наши, как говорится, вопросы. И, да, снимки со спутника показывают именно габариты вот такого корабля, малого ракетного корабля. Вот это интересно. Да, правда, снимки там не четкие, поэтому, в принципе, говорят, что там можно ужать габариты и до ковровца. Но, еще раз говорю, расисты с большой горечью рассказывают о том, что корабль утоплен и это нейтральщик. Вот. А некоторые напрямую называют, что корабль класса циклон. Циклон, да. Так вот, циклон, это действительно очень опасный враг. Этот корабль является носителем калибров. А также, по некоторым сведениям, на него могут быть установлены гиперзвуковые ракеты Оникс, которыми обстреливают Украину. Соответственно, конечно, его опасность для нас гораздо выше, чем от тральщика рядового. И, конечно, его уничтожение, это, ребята, вообще красота. Это что-то с чем-то. Наши пока молчат, сразу скажу. От генштаба подтверждение тому, что это был один из циклонов нет. Но, в любом случае, вы знаете, нет дыма без огня и вполне возможно, что это был корабль. Но совсем нейтральщик, как говорят расисты. Так что немножечко наберемся терпения. Подождем. Возможно, что мы шлепнули гораздо более жирную добычу. Продолжение следует.